Манчестер Юнайтед готов дать Кильяну Мбаппе 500 миллионов евро. Хвича приоритетная цель ПСЖ. Альфонсо Дэвис договорился с мадридским Реалом. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь все актуальные новости из мира футбола и трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Каталонская Барселона готова раскошелиться на трансфер опорного полузащитника Эвертона Амаду Анана. По информации от издания Спорт, синегранатовые готовы выложить за бельгийца 40 миллионов евро. Но и риски требуют больше. Если верить источнику, Эвертон хочет выручить за футболиста 60 миллионов евро компенсации, что пока категорически не устраивает Барсу, которая считает каждую копейку в условиях финансового кризиса. Сообщается, что в услугах Анана также заинтересован лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед, которые намерены составить в Барселоне конкуренцию. Футболист Наполи Хвичи Кварацхелия стал одним из основных кандидатов на замену форварда ПСЖ Кильяном Бапе, сообщает Лигазета Делла Спорт. По информации источника, также в шортлист парижан входят нападающий неаполитанцев Виктор Асимхен и игрок Милана Рафаэль Лиау. Ориентировочная стоимость Кварацхелии по данным интернет-портала Трансфермаркт 80 миллионов евро, а его действующий трудовой договор рассчитан до июня 2027 года. В Манчестер Юнайтед приняли решение по будущему полузащитника Софьяна Амрамата. Как стало известно Манчестер Ивник Ньюс, красные дьяволы не будут выкупать марокканца. Таким образом, по завершению нынешнего сезона Амрамат вернется в Фиорентину. В этом сезоне игрок провел 19 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Мюнхенская Бавария не хочет, чтобы защитник Альфонсо Дэвис покинул клуб на правах свободного агента в 2025 году, сообщает журналист Флориан Плетенберг у себя в Твиттере. По его информации, на данном этапе руководство команды ожидает, что Дэвис уйдет следующим летом. А по информации за Атлетик, Мадридский Реал уже достиг устной договоренности по условиям личного соглашения с защитником мюнхенской команды. По информации источника, прямо сейчас есть два варианта развития событий. Дэвис или перейдет в Реал этим летом, или станет игроком мадридцев через год, когда истечет его контракт с Баварией. Сам футболист, интерес к которому проявляют некоторые английские клубы и Барселона, жаждет перейти в Реал. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что в мюнхенской Баварии не знают о существовании устной договоренности между защитником и мадридским Реалом. По его информации, на последней встрече между спортдиректором клуба Кристофом Фройндом и футбольным агентом Ником Хаусом, который представляет интересы Дэвиса, мюнхенцы не были проинформированы о каком-либо соглашении канадца. А по информации Марка, в немецком клубе уже смирились с потерей Дэвиса следующим летом. Марка Ройс, чей действующий контракт со шмелями истекает грядущим летом, привлек внимание клубов МЛС и Баруси Мюнхен-Гладбах, сообщает Фудмерката. По информации источника, Ройс принял решение покинуть клуб из Дортмунда на правах свободного агента этим летом. В нынешнем сезоне Марка провел 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Напомню, что до перехода в Дортмундскую Барусию Марка играл как раз за Мюнхен-Гладбахскую. К Дортмунду немец присоединился летом 2012 года за сумму в размере 20 миллионов евро. Каталонская Барселона продолжает платить заработную плату бывшим футболистам команды, а ныне игрокам американского Интер-Майами Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу, сообщает КДНСР. По информации источника, футболисты входят в фонд заработной платы каталонцев. Несмотря на то, что они покинули клуб, Барселона по-прежнему имеет контрактные обязательства перед этими игроками. Причиной этого являются изменения, которые были прописаны в период пандемии коронавируса и которые напрямую влияют на состояние клуба на сегодняшний день. Французский ПСЖ интересуется галкипером дортмундской Баруси Грегором Кобелем, сообщает Sky Sport Germany. По их информации, парижане уже установили контакт с вратарем. Также сообщается, что в Париже недовольна Джин-Луиджи Донорумой и ищут ему замену. Однако переезд в столицу Франции на данный момент не является вариантом для Кобеля, у которого в Дортмунде все еще действует долгосрочный контракт. Ранее в СМИ сообщали о том, что швейцарским вратарем также интересовались Chelsea, Manchester United и Tottenham. Соглашение между Барусией и Кобелем рассчитано до лета 28-го года. Руководство английской премьер-лиги вернуло Эвертону 4 очка после успешной апелляции клуба по делу о нарушении правил финансового фэрплей. Об этом сообщает The Athletic. Руководство АПЛ 17 ноября 2023 года сняло 10 очков с Эвертона за нарушение финансовых правил. 1 декабря руководство команды из Ливерпуля подало апелляцию председателю судебной коллегии премьер-лиги. Благодаря этому решению Эвертон поднялся в турнирной таблице чемпионата Англии с 17-го на 15-е место. В активе и рисах стало 25 очков. Таким образом, отрыв от зоны вылета теперь составляет 5 очков. Manchester United предпринимал попытку подписать нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе. По информации Diario Sport, MU предлагал Мбаппе пятилетний контракт на 500 миллионов евро. Кроме того, английский клуб был готов выплатить французу подписной бонус в размере 200 миллионов евро. Но несмотря на столь щедрое предложение и все усилия сэра Джима Рэдклиффа, MU получил отказ. Ранее сообщалось, что Кильян уже принял решение о переходе в Мадридский Реал на правах свободного агента. В Саудовской Аравии проведут проверку эпизода с неприличным жестом Роналду. Аль-Насар обыграл Аль-Шабаб со счетом 3-2 в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По окончании гостевой игры Криштьяна услышал, что болельщики хозяев скандируют имя Месси и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны. Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали срочное расследование этого эпизода, сообщает Голл со ссылкой на Аль-Шарк Аль-Авсад. Сторона Аль-Насара утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом. Ожидается, что решение относительно этого эпизода будет принято в течение двух дней. А по информации Аль-Рия-Дьях, дисциплинарный комитет планирует дисквалифицировать Роналду на два матча чемпионата, а также оштрафовать. Руководство каталонской Барселоны не будет продлевать контракт с защитником команды Серхи Роберто, сообщает Релева. По информации источника, футболисту и его агенту об этом решении еще не сообщили. Отмечу, что соглашение Роберто с клубом заканчивается летом 24-го. Редактор субтитров А.Семкин